В нескольких десятках километров над нами раскинулась Вселенная. Она обширнее, чем мы можем представить. Но она не пуста. В ней есть невероятные явления, которые наш мозг едва способен постичь. Вы можете осознать, что бывают звёзды внутри звёзд, планеты из алмазов, чёрные дыры размером с атом и белые дыры. В общем, космос — это удивительное место. И в этом видео я расскажу вам факты про него, которые вас удивят. Земля не круглая Вы наверняка видели фото Земли из космоса. И на них наша планета очевидно круглая. Но внешность обманчива, потому что вообще-то это не идеальная сфера. И разочарую плоскоземельцев — нет, она не в форме блина. Вращаясь, планета создаёт центробежную силу. И она выше всего в экваторе и почти нулевая на полюсах. Так как масса Земли распределена внутри неравномерно, сила вытягивает экваториальную часть наружу. Это придаёт ей слегка сдавленный вид, как будто кто-то огромный случайно сел на неё. Но эффект незначителен. Так незначителен, что если бы вы сравнили диаметр на полюсах и экваторе, то выпуклость была бы больше на 0,3%. Впрочем, это 41 километр, что в два раза превышает расстояние от вершины горы Эверест до самой глубокой точки Марианской впадины. Это почти что глубина дна, которая пробили плоскоземельцы. Прежде чем армия плоскоземельцев кинется в комментарии, помогите мне дать отпор, нажав «Нравится» и подписаться. Всего один щелчок по большому пальцу даёт этому видео больше лайков, чем IQ сторонников плоской Земли. Так что сделайте это ради науки. Солнце не горит Если вы недавно выходили на улицу, учитывая пандемию, вы наверняка чувствовали тёплые лучи солнца на лице. Но несмотря на всё выделяемое тепло, этот шар горячего газа на самом деле не горит. Потому что термин «горение» означает химическую реакцию, включающую перестановку электронов в атоме. То есть сам элемент не меняется, но меняется расположение электронов. А вот на Солнце, которое в основном состоит из газов, водорода и гелия, происходит термоядерная реакция. То есть электроны не перестраиваются, и вместо этого меняется природа элемента. Солнце не сжигает водород, а преобразует его в огромных количествах в гелий и энергию. Настолько, что оно выделяет приблизительно 300 миллионов тонн энергии в минуту, что эквивалентно взрыву сотни миллиардов тонн динамита каждую секунду, по данным НАСА. Вот это большой взрыв. Но такая реакция требует астрономического количества тепла и давления, вроде скороварки размером со звездо. Только давление в ней в 250 миллиардов раз выше давления атмосферы Земли. И температура достигает поразительных 16 с лишним миллионов градусов. Пусть это галактическая кухня и не горит, но она выделяет столько жара, что лучше держаться подальше. Тяжелейший объект Солнечной системы. Когда Солнце преобразует все больше источника топлива в энергию, оно остается самым тяжелым объектом в системе. Солнце содержит 99,85% всей массы Солнечной системы. Для сравнения, все восемь планет составляют всего лишь 135 тысячных процента. Но стойте, я же сказал, что Солнце состоит из газов, водорода и гелия. Разве легкие пары могут перевесить твердые объекты? Дело в том, что огромное давление этого раскаленного шара конденсирует большинство частиц газа вместе в его ядре. Хотя ядро составляет всего 2% объема, его плотность в 15 раз выше плотности свинца. Это значит, что оно составляет половину общей массы Солнца. Так что, хотя диаметр Солнца в 109 раз больше диаметра Земли, весит оно где-то в 333 раза больше. Я уверен, что тут можно как-то пошутить про вес после Нового года. Самая тяжелая звезда. Наше Солнце очень тяжелое, но если бы оно готовилось сразиться с другими звездами нашей Вселенной, то оно бы оказалось в легкой категории. А на вершине списка супертяжелого веса находилась бы огромная звезда со скучным названием R-136A1. И хотя название не впечатляет, эта звезда по оценкам весит в 315 раз больше нашего Солнца. Для сравнения, это почти 105 миллионов земель. Но из-за чего эта звезда стала таким тяжеловесом? Если бы вы настроили телескоп на расстояние 163 тысячи световых лет, вы бы могли полюбоваться туманностью под названием Тарантул. Там вы бы увидели яркую звезду Вольфа Рая. Это редкий тип звезд, содержащих множество ионизированного гелия, углерода и азота. Из-за этих тяжелых элементов это небесное тело и стало таким тяжелым и ярким. Настолько ярким, что если сравнивать его с нашим Солнцем, то оно затмило бы его так же, как Солнце затмевает Луну. Но думаю, что все согласятся, что в этом соревновании у Солнца нет шансов против R-136A1. Самая крупная звезда R-136A1 тяжелая, но довольно маленькая звезда. Ее диаметр всего в 35 раз больше нашего Солнца, то есть как Мишель во вселенной Бейонса. И хотя Бейонсе может быть крупнейшей звездой в мире, Юуай-щита — крупнейшая звезда во Вселенной. Она такая огромная, что если сравнить ее с Солнцем на экране компьютера, оно займет один пиксель. Но если она такая большая, почему она нас не ослепляет? К счастью для наших глаз, она находится в созвездии щита галактики Млечный Путь где-то в 5219 световых годах. Но даже несмотря на это, благодаря своим размерам она выделяется среди небольших звезд вокруг. Все потому, что радиус у Юуай-щита поистине огромный. Он больше радиуса Солнца в 1700 раз, представляете? А ее диаметр — более 2 миллиардов 360 миллионов километров. Даже если бы вы летели со скоростью ракеты, то есть 3 километра в секунду, то ваше путешествие заняло бы почти 10 лет. А на наземном транспорте поездка без остановок на скорости 80 километров в час до этой звезды займет 3371 год. Интересно, что износится быстрее? Шины или ваш рассудок? Девятая планета. Если бы вы отправились за пределы планет Солнечной системы, вы бы попали в темную холодную точку пояс Койпера. В отличие от круговых орбит наших планет, крупные объекты в этом поясе имеют траекторию, которая кажется кривой. Хотя они вращаются вокруг Солнца, самые дальние объекты на орбите движутся в одном направлении. Но согласно принципам астрофизики, такая неравномерность должна быть, мягко говоря, невозможна. Впрочем, недавно ученые предположили, что кривые траектории все же логичны, если есть огромная планета, движущаяся в противоположном направлении, уравновешивающая их. По подсчетам, ее масса должна быть где-то в 10 раз больше массы Земли. Учитывая ее размер, возникает вопрос, почему мы до сих пор не заметили ее в телескопы? Это можно объяснить невероятной орбитой. Самая удаленная от Солнца из известных нам планет – это Нептун, в 4,5 миллиардах километров, и один год там длится аж 165 лет. Орбита девятой планеты должна быть в 20 раз дальше, и всего один оборот вокруг Солнца занял бы от 10 до 20 тысяч лет. Однако никаких конкретных изображений со спутников или телескопов нет, и эта планета остается теоретической. Как вы думаете, она существует? Напишите в комментариях. Количество звезд Подсчет каждой звезды в небе кажется бесконечным занятием. Но с помощью математики можно прикинуть, сколько примерно времени займет это задание. Начнем с уровня галактики, точнее с нашей. Расчеты показывают, что в нашем Млечном Пути находится от 100 до 400 миллиардов звезд. Используем это как отправную точку. Теперь надо понять, сколько галактик во Вселенной. Так как мы не знаем истинных размеров Вселенной, это сложный вопрос. Однако один астроном по имени Дэвид Конрайх предположил, что в ней может быть около 10 триллионов различных галактик. Умножим это на 100 миллиардов звезд на галактику и получим приблизительно 1 септиллион звезд. Это один с 24 нулями и кучей звездной пыли. Теперь у нас есть число. Как думаете, сколько времени потребуется на подсчет каждой звезды? Если считать по одной в секунду, у вас уйдет более 31 квадриллиона лет на все звезды. Эта миссия, конечно, невозможна. Но, кажется, мы нашли самую бесполезную работу, которая может быть в НАСА. Удивительные сверхновые К большому сожалению, звезды не вечно. И когда они умирают, они уходят со взрывом. Эти космические взрывы называются сверхновые. Огромные звезды, которые минимум в 8 раз тяжелее Солнца, поглощают тонны водорода в своих ядрах. Производимая энергия создает интенсивное внешнее давление, которое не дает звезде разорваться от собственной гравитации. Но когда топливо заканчивается, гравитация побеждает давление, и звезда, наконец, разрушается. Это происходит внезапно. Как наблюдать, как что-то в миллион раз тяжелее Земли взрывается всего за 15 секунд? Эта анимация, созданная НАСА, показывает, как ударные волны разрывают внешний слой звезды. Многие думают, что взрыв сферический. Однако это не всегда так. И доказательство тому — сверхновая 1987А в 160 тысячах световых годах от НАСА. Она взорвалась в 87-м году. И ученых удивило, что взрыв был не сферическим, как они ожидали, а двигался быстрее и намного сильнее в разных направлениях. Так что звездная вспышка выглядела, как галстук-бабочка с одной стороны и как глаз Саурона с другой. А что видите вы? Черные дыры Остатки некоторых сверхновых выглядят удивительно, но другие оставляют после себя нечто кошмарное. Если уцелевшее ядро огромной взорвавшейся звезды теряет внешнюю силу теплового давления, противостоящей ее гравитации, то оно разрушается. Это невероятное, потрясающее явление ученые назвали черной дырой. Но это не похоже на обрушение какого-то здания. Так как звезда погружается в саму себя, ее поверхность быстро уменьшается, достигая горизонта событий. Это порог, при котором скорость, необходимая для преодоления гравитации звезды, превышает скорость света. То есть все, что движется медленнее 300 тысяч километров в секунду, втягивается постоянно разрушающимся гравитационным объектом. Без света время вокруг него замедляется до скорости наблюдателей. Это бесконечно разрушающееся тело, застывшее во времени. Но как выглядят черные дыры? Вы наверняка видели фильмы, где их изображают как пустоты размером с планету. Но они могут быть намного, намного больше. В 10 с лишним миллиардах световых лет от нас в скоплении ABLE 85 есть черная дыра TONE 618, и она в 66 миллиардов раз тяжелее Солнца. И, разумеется, она огромная. По подсчетам ученых, ее диаметр превышает 390 миллиардов километров. Чтобы вы понимали, это в 2606 раз больше расстояния от Земли до Солнца. Неудивительно, что она попадает в категорию ультрамассивных черных дыр. Но если вам трудно осознать такой непостижимый масштаб, то посмотрите на другой конец спектра размеров дыр. В отличие от звезд, черные дыры могут быть совсем маленькими. Ученые предполагают, что они могут быть размером с один атом, самую маленькую единицу материи во Вселенной. Но осторожнее, даже такие маленькие дыры имели бы относительную массу, равную массе горы. И если вы не можете сразиться с Эверестом, то советую держаться подальше от этих мини-черных дыр. Белые дыры Черные дыры получают все внимание, а белым дырам почти не достается эфирное время. Да, как следует из названия, это теоретические противоположности черных дыр. Как я уже рассказал, у черных дыр есть гравитационные границы, из которых почти ничто не может выбраться. Несколько ученых провели кое-какие подсчеты в 70-е годы и заключили, что может существовать противоположный объект, который ничего не впускает. То есть черная дыра поглощает, а белая дыра извергает материю. Это был бы невероятно яркий объект, выбрасывающий энергию в космос с поразительной скоростью. Но как они формируются? К счастью, они не опасны для Земли. Согласно теории, они формируются способом, противоположным черным дырам. То есть они не разрушаются в самих себя, а сверхплотная сингулярность извергает материю, пока не появится звезда. Однако это нарушает несколько основных законов физики, и так как ни одну белую дыру так и не удалось заметить, они остаются лишь гипотезой. Впрочем, черные дыры тоже были лишь теорией до 71-го года, а это было 50 лет назад. Может, через полвека появится белая дыра и прольет свет на этот вопрос. Блестящий дождь В некоторых регионах дождь очень ценится. Но на некоторых планетах нашей системы он бесценен, потому что там буквально идут дожди из алмазов. Все начинается в атмосферах газовых гигантов, таких как Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. В атмосферах этих планет содержится большое количество метана. Во время грозы электрическая энергия преобразует метан в сажу, которая собирается вместе и затвердевает в куски графита. Она становится тяжелее, и гравитация притягивает их вниз, в постоянно растущее давление атмосферы планеты. Пока они падают, атомы углерода сжимаются в алмазы невероятных размеров. Некоторые из них имеют диаметр около 1 сантиметра. На планетах вроде Сатурна эти грозы такие частые, что каждый год на поверхность падает около 1100 тонн блестящих камней. Этого было бы достаточно, чтобы сделать наряд для Дженнифер Лопес, для Медгала, вроде этого. Алмазная планета Если говорить про планеты с большим количеством алмазов, то все эти газовые гиганты должны уступить планете 55 Рака Е. Когда эту суперземлю обнаружили в созвездии Рака в 2004 году, ученые начали анализировать ее состав. По их подсчетам, это богатая углеродом планета в 8 раз тяжелее Земли, но ее радиус лишь в 2 раза шире. Это значит, что планета состоит из плотных углеродных соединений, таких как графит и, как ни странно, алмазы. Но они точно не подойдут для ожерелий. Ученые считают, что толстый слой чистого алмаза покрывает внутренние слои планеты, составляя третью массы. Сколько же это стоит? Кстати, если бы эту планету оценивали по содержанию алмазов, она бы стоила почти что 27 на миллионов долларов. Это 27, за которыми следует 29 нулей. Непостижимая сумма. Но туры на эту планету были бы слишком горячими. Буквально. Температура на поверхности достигает 2149 градусов. Так что 55 рака Е – это внеземной алмаз, на который нельзя приземлиться. Шестиугольный ураган. В школе вам наверняка рассказывали, что самое удивительное в Сатурне – это его кольца. Но если присмотреться, можно увидеть его более поразительную сторону. Точнее, шесть сторон. На северном полюсе этого газового гиганта постоянно бушует шестиугольная буря. Впервые ее заметили в 1988 году на записях с Вояджера. А дополнительные визиты зонда Кассини в 2004 показали удивительные подробности этого урагана. Судя по тепловым снимкам, его ширина – 32 тысячи километров. Глубина – почти 100 километров, а скорость ветра где-то 354 километра в час. Но каким образом все это создает идеальный многоугольник? Ведь обычно Вселенная не строится по таким прямым линиям. Опираясь на известные данные, ученые попытались воссоздать бурю странной формы с помощью компьютера. Добавив мелкие возмущения к восточному воздушному потоку вокруг полюса, они обнаружили, что потоки сталкивались и извивались в шестиугольной форме. Кажется, Вселенная не срезала углы, когда она создавала это явление. Удивительное сияние Вы видели величайшее световое шоу на Земле? Нет, я говорю не про безумные рождественские украшения американцев. Какими бы яркими они ни были, им не сравнится с природными огнями Северного полюса. Словно волны изумрудных лент, огни Северного сияния танцуют по ночному небу. Хотя это у сладоглаз лучше всего видно ночью, сияния появляются из-за Солнца. Они образуются, когда солнечные ветры, наэлектризованные частицы, испускаемые Солнцем, сталкиваются с магнитным полем Земли. Некоторые частицы движутся вниз по линиям поля, геомагнитным полюсом. Там они застревают и начинают сталкиваться с атомами в атмосфере, высвобождая энергию в виде света. Кислород испускает красный и зеленый, а водород и гелий светятся фиолетовым и синим. Но северное сияние есть не только на Земле. Солнечные ветры могут достичь далеких планет, таких как Юпитер. С помощью ультрафиолетовых камер телескоп Хаббл запечатлел чрезвычайно активное полярное сияние Юпитера в 16-м году. Дело в том, что его магнитное поле в 20 тысяч раз сильнее нашего. И сияния здесь такие обширные, что они охватывают области больше Земли. И не только Юпитер затмевает нашу планету в этом деле. Сатурн тоже украшают поразительные сияния на полюсах. На ультрафиолетовых снимках, сделанных в 18-м году, они синие. Однако данные, собранные зондом Кассини, указывают, что для человеческого глаза эти ленты выглядят красными и фиолетовыми. И вот мы увидели северное сияние Земли, Юпитера и Сатурна. У какой планеты, по вашему мнению, самое красивое освещение? Пишите в комментариях, а мы потом посмотрим, кто будет лидировать. Звезды матрешки Кажется, что в огромной Вселенной у всех звезд достаточно места. Но, согласно теории Торна-Житкова, у некоторых звезд нет личных границ. И они существуют внутри других, более крупных звезд. Как матрешки. Звучит невероятно. Но есть две теории, которые объясняют это явление. И ни в одной из них звезда не появляется из верхушки другой. Все начинается с двойной системы, где два тела связаны друг с другом в гравитации. Более массивная звезда становится сверхновой. И получается крошечная сверхплотная нейтронная звезда. Со временем оставшееся тело превращается в красный сверхгигант и расширяется. Тогда нейтронная звезда по спирали входит в его центр, где она оказывается в горячей газовой оболочке, как космический паразит. Согласно другой версии, из-за энергии взрывной сверхновой нейтронная звезда буквально влетает в красного сверхгиганта. Это как забить футбольный мяч в ворота. Только этот мяч весит как два солнца. А температура ворот была 4227 градусов. Давайте помолимся за бедного вратаря. Странные закаты В 15-м году марсоход Curiosity показал голубой закат на Марсе. Именно, голубой. Но в дневное время эти же небеса оранжевые. Это же полная противоположность Земле. Как так вообще получилось? Просто наше небо голубое из-за молекул, из которых состоит атмосфера. Они частично блокируют солнечный свет и рассеивают его. Но они лучше рассеивают короткие волны синего цвета, нежели длинные волны красного. Однако во время заката солнечный свет проходит через такую плотную атмосферу, что синий рассеивается, оставляя только красные и оранжевые тона. Но на Марсе всё немного по-другому, потому что здесь атмосфера более разряжённая и заполнена пылью оксида железа, которая вам известна как ржавчина. Из-за неё-то планета и выглядит такой красной. Днём красный свет рассеивается через эти частицы, и тогда небо кажется оранжевым. Но в сумерках плотность пыли рассеивает почти весь красный свет, и более короткие волны синего становятся заметнее, придавая заходящему солнцу ореол индиго. В общем, закаты бывают разными, но красивыми. Но только не на Венере. На этой вулканической планете атмосфера такая плотная, что сквозь неё не видно солнца. В 81-м году советский зонд Венера сделал фотографии с поверхности планеты, на которых небо имеет ядовитый оттенок жёлтого, из-за облаков углекислого газа и серной кислоты в её атмосфере. Закат на Венере выглядел бы примерно так. Это немного похоже на ярко раскрашенную комнату, в которой выключили свет. Но как насчёт планет без какой-либо атмосферы, вроде Меркурия? Без молекул, рассеивающих свет, небо выглядело бы очень похоже на небо на нашей Луне. То есть оно будет совершенно чёрным и днём, и ночью. Хьюстон, кажется, мы открыли родную планету всех готов. Какие из этих фактов удивили вас больше всего? Расскажите в комментариях под видео. Спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok